Уже в среду православный мир встретит одну из главных дат в христианском календаре – крещение Господне. Праздник отмечают походом в церковь и окунанием в купели. Для одних это традиция закаливания тела, для других – очищение от грехов. Для третьих – возможность вспомнить события, описанные в Евангелии. Часто всего люди заблуждаются, сами себя заводят в такой вот обман, говорят о том, что я пойду покупаюсь, сейчас я заканусь, все грехи, все, что я за год сделал, оно все слетает. Это неправда, и сами себя этим обманывают. Для того, чтобы очистить свою душу, надо прийти в храм, пойти на исповедь, и не просто констатацию факта греха сделать, а после исповеди сделать изменение в своей душе. В сочельник следует соблюдать строгий пост и наводить порядок в доме. Вечером можно сходить за освященной водой. Стоит воздержаться от алкоголя. Само крещение – это таинство духовного рождения. К празднику делают прорубь, часто в форме креста. В Бобруйске официально разрешено окунаться только в двух местах – возле грибной базы и на территории второй спасательной станции в шестом микрорайоне. Окунаться в необорудованных местах – это крайне опасно для человека. Нужно выбирать специально оборудованные места. Плюс ко всему помнить, что с собой должны быть теплые вещи – тапочки, полотенца, халат, которые сразу позволят согреться человеку. Согреться с помощью чая, не алкогольных напитков. Ну и помните про безопасность детей, которым тоже не рекомендовано окунаться в ледяную воду. В купеле лучше находиться не более одной минуты. Неподготовленному человеку не стоит погружаться в воду с головой. Имеются и медицинские противопоказания. Самое простое – если вы чувствуете даже легкое недомогание, не испытывайте судьбу. Не нужно доверять и распространенному мнению, что после крещенского купания нельзя заболеть. В проруби уже готовы. Окунуться можно будет с 9 утра до 10 вечера. Здесь же будут дежурить медики, водолазы и сотрудники Красного Креста. В местах погружения установят палатки с отоплением, организуют полевую кухню с раздачей чая. Будут продавать горячую еду. Также подготовят автобусы, где можно переодеться. А для прихожан двери храмов открыты всегда. Взять с собой святую воду можно до позднего вечера. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.